Как сделать зеленый, промышленный и горячо любимый местными жителями Барышский район интересным для молодежи? Общественники представили свои идеи и проекты на очередной стратегической сессии «Движение вверх». Стратегические сессии проводятся во всех муниципалитетах. Это своеобразные собрания, на которых группы неравнодушных людей рассказывают о проблемных местах своего района и делятся планами развития на ближайшие десятилетия. В этот раз несколько команд из Барышского района представили свой сценарий роста родного края. Команда Ирины Акольновы считает, что для процветания достаточно развить туризм, а также приумножить рыбный промысел и мебельное производство. Кроме этого, хочется видеть Барышский район с сельскохозяйственной житницей Ульяновской области. Если смотреть сводку, которая была буквально вчера, то Барышский район занимает первое и второе место по сбору урожая. Рабочие места для местных жителей, техоснащение районной больницы и развитие доп. образования для детей. Другая группа общественников озадачена тем, что нынешние условия жизни пока не дотягивают до потребностей подрастающего поколения. У нас есть музыкальная школа, школы, конечно, и обыкновенные школы у нас тоже развиваются, ремонты делаются. Но что-то может быть какие-то еще секции у нас появятся для детей. Нам с детьми совершенно некуда не сходить, никуда их пристроить. Сохранить леса, привлечь кадры и расширить профиль медучреждений. Участковый врач районной больницы хочет развивать район с любовью к людям и окружающей среде. Нам нужны различные центры, то есть онкологические, кардиологические. Я думаю, что мы можем подтянуть любую, как бы стезю, поэтому нам нужно дать направление. И, естественно, кадры. Но я думаю, что если у нас будет развитие таких центров, то кадры подтянутся сами. Общественники представили свои проекты московскому тренеру. Александр Шувалов, в свою очередь, отобрал самые адекватные идеи. Ведь ни один инвестор никогда не вложит деньги в строительство воздушного замка. Это четкое понимание инвестора, во что он вкладывает. Он видит проект, он понимает, что это народный проект, и что в это можно инвестировать. Потому что люди, создавшие эту идею, они пойдут уже вместе с ним. Это уже команда проекта. На девятую стратегическую сессию прибыли высокие гости. Алексей Русских, Владислав Третьяк и Сергей Морозов. После слов «Напутствие» первые лица пообщались с нашей съемочной группой. Жители Ульяновской области часто обращаются к главе региона за помощью. Будь то обеспечение населенного пункта водой, или же ликвидация последствий очередного катаклизма. Такие задачи решаются оперативно, без времени на раздумья. Предложения и просьбы участников стратсессии носят не экстренный характер. Динамика предложенных проектов допускает временной запас. Если мы сейчас не подумаем о том, что будет через 10 лет, если мы сейчас об этом не подумаем, то через 10 лет опять начнется какая-нибудь проблема, как вот то, что с водой мы сейчас решаем. Поэтому это очень важно. Действующий депутат Госдумы Владислав Третьяк уверен в том, что развитие можно добиться только вместе. И губернатор, и правительство Ульяновской области, и депутаты Государственной Думы, и законодательное собрание, мы все вместе должны быть в одной семье. Продолжила сессию неформальная игра, в ходе которой участники в командах создали новый герб района. Символ подчеркнул особенности их родной земли. Несмотря на разный стиль, на геральтических символах были изображены сочные деревья, водоемы и местные гиганты промышленной индустрии.